Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Выбор сделан. В регионе обработали все избирательные бюллетени. Какую явку и какие результаты продемонстрировала Самарская область? Родные берега. В Самаре отметили десятилетие присоединения Крыма к России. Эхо кинофестивалей. Самарские зрители встретились с главным редактором киностудии «Ленфильм» Андреем Апостоловым. У православных начался Великий пост. От какой пищи следует отказаться верующим? Выбор сделан. В Самаре состоялось заседание региональной избирательной комиссии, на котором был подписан протокол об итогах голосования на выборах президента России 2024 на территории Самарской области. В регионе, как и по всей стране, первое место занял Владимир Путин. За него проголосовали 1 миллион 634 тысячи 80 избирателей. Это 86,76%. Затем идут Николай Харитонов 4,36%, Владислав Дованков 4,18% и Леонид Слуцкий 3,07%. Явка избирателей на территории Самарской области составила 78,86% или 1 миллион 884 тысячи 446 человек. Из них 734 тысячи 563 гражданина в Самаре. Это 78,55% от общего числа населения, имеющего право голоса. По словам Вадима Михеева, председателя регионального избиркома, эта явка стала рекордной за все выборы, которые прошли в области в новейшей истории России. Первый протокол в государственную систему выбора члены территориальных комиссий внесли уже в 20 часов 23 минуты 17 марта. Последний протокол был добавлен в систему почти в 5 утра в понедельник. Также Вадим Михеев отметил, что жалоб на нарушение избирательного процесса, влияющих на легитимность выборов, не поступало. Я хотел бы выразить большие слова благодарности своим звулекам, избирателям, которые проявили такую активность. Пришли на избирательные участки, либо позвали к себе домой членов участковых комиссий. Конечно, низкий поклон моим коллегам, членам как областной избирательной комиссии, так и нижестоящих комиссий, особенно членам территориальных участковых комиссий, которые организовали работу так, что вот эта вот явка, нельзя скидывать со счетов, эту работу большую, которую они провели в течение 20 дней, обходя все домовладения Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за высокую активность на голосовании, а коллег из региональных и муниципальных органов власти за большую проведенную работу по подготовке и проведению выборов. По словам главы региона, рекордная явка говорит о сплоченности нации и готовности противостоять вызовам. Об этом губернатор заявил во время оперативного заседания правительства, где обсуждались вопросы социально-экономического развития и реализации национальных проектов. Дмитрий Азаров нацелил руководителей министерств и глав муниципальных образований на решение всех поставленных задач в установленные сроки и с надлежащим качеством. В Самаре прошла пресс-конференция, где подвели итоги независимого общественного наблюдения за выборами президента России. Напомним, в регионе в течение трех дней с 15 по 17 марта были организованы 1767 избирательных участков. За ходом голосования следили около 2000 камер, а также почти 6000 общественных наблюдателей. Подробности расскажет Ксения Баканова. Выборы в Самарской области прошли без нарушений и происшествий. Такой вывод сделали общественные наблюдатели. На территории региона работали 1767 избирательных участков. За соблюдением прав граждан, ходом голосования и подсчетом голосов следили почти 6000 человек, которые предварительно прошли обучение. Ни одного нарекания к их работе, к их профессионализму, к их компетенциям не поступило. Это очень хороший показатель. Выборы прошли прозрачно, их результаты в полной мере являются легитимными. В круглосуточном режиме все три дня работал региональный центр общественного наблюдения. 40 студентов-волонтеров оперативно отрабатывали и проверяли поступающие обращения. Все ответственные субъекты, это организаторы выборов, это правоохранители, МВД, МЧС там присутствовали, другие, они, в общем-то, выполнили свои функции. Отдельные элементы напряженности где-то когда-то были, они чаще всего носили эмоциональный характер, нежели юридически продуманный какой-то вариант. Также в центре был установлен специальный экран, на который передавалась видеотрансляция с рандомно выбранных избирательных участков. Ксения Баканова, Игорь Казановский, События. Все три дня голосования за процессом выборов следили иностранные эксперты. Наблюдатели из семи стран посетили Самарскую область, побывали на разных избирательных участках региона, познакомились с работой Центра общественного наблюдения и приняли участие в подсчете голосов. Своими впечатлениями о выборах в России они поделились с нашей съемочной группой. Прозрачность, открытость и настоящий праздник – так единогласно отзывались о президентских выборах в России иностранные эксперты. Все три дня зарубежные наблюдатели следили за ходом электорального процесса. Самарскую область посетили профессиональные наблюдатели и эксперты из США, Парагвая, Венесуэла, Алжира, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Казахстана. Эксперты отметили высокую организацию выборов и высокую активность избирателей. Первое, что хочется отметить – это большое участие избирателей. Мы не ожидали, что люди разных возрастов и поколений будут с таким желанием приходить и голосовать. Россия – самая большая страна в мире, и для нас было удивительно смотреть, насколько организован был весь процесс. Потому что организовать выборы в таком масштабе – непростая задача. По словам экспертов, Россия – пример электорального стандарта в мире. Наблюдатели отметили слаженный, но простой и понятный механизм выборов в стране и большой интерес у молодежи. Они принимают ответственные задачи, чтобы на каждом участке было более чем 50% молодых людей. Большое вам спасибо за то, что доказали еще раз, что Россия – есть Россия. Такая хорошая организация, такая прозрачная выборная процедура – это просто очень-очень меня лично удивило. Эксперты называли правильным решением организацию голосования на дому для тех, кому сложно попасть на избирательные участки. Это делает выборы еще более доступными, считают эксперты. Наблюдатели делились опытом проведения выборов в своих странах, подчеркивая, что им есть чему поучиться у России. Хочу подчеркнуть прозрачность выборов и уровень подготовки. В Парагвайе есть такое голосование с помощником. Из-за этого бывает много нарушений в волеизъявлении. У вас такого нет. У вас есть волонтеры, которые могут рассказать про порядок, могут показать, какие есть кандидаты, но они сами за вас ничего не будут делать. Подсчет голосов был очень быстрым, очень легким и, конечно же, открытым. Поэтому у меня нет никаких вопросов, нет никаких сомнений в том, что все было сделано легитимно. Также для иностранных наблюдателей провели экскурсию по «Умному дому бабочек» и Центру дипломатии, организованным на базе Самарского университета. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Минтруд предложил утвердить перечень льготных категорий граждан, которых планируют освободить от комиссии и пений при оплате жилищно-коммунальных услуг. Согласно документу, в списке многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших участников войны. Сейчас размер комиссии при оплате ЖКУ определяет платежный оператор. Но, как правило, она составляет 1-2% от общей суммы платежа. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 июля. Повышение ключевой ставки до 16% в прошлом году и изменение условий по ипотечному кредитованию ограничило возможности участия в программе покупателей средней и высокобюджетной недвижимости. При этом эксперты отметили, что вырос интерес россиян к семейной ипотеке. Уже в феврале она перешагнула рубеж в 55%, тогда как в конце прошлого года ее доля составляла 40% от числа всех ипотечных сделок. По словам экспертов, также востребованный инструмент рассрочка, поскольку клиентам не нужно изыскивать всю сумму целиком. Выплачивать долями, как правило, не только комфортнее, но и экономически выгоднее. Напомню, ранее Минфин анонсировал продление программы семейная ипотека до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. По предварительным расчетам в этом году дополнительные расходы федерального бюджета на программу, связанные с ее продлением и ростом ключевой ставки, составят примерно 260 миллиардов рублей. Далее коротко о других темах дня. В Госдуме подготовили проект закона для отмены обязательной сдачи единого госэкзамена при выпуске из школы. Депутаты предлагают дать школьникам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. Ожидается, что принятие закона проекта позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы. Увеличит приток желающих получить профессиональное обучение. А ЕГЭ смогут сдавать те, кто решит получать высшее образование. В России необходимо предусмотреть налоговый режим, который сочетал бы в себе условия для ИП и самозанятых. С таким предложением выступил председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Он пояснил, режим для самозанятых востребован и налог на профдоход уплачивает уже 8 миллионов граждан. В то же время самозанятые, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не становятся автоматически застрахованными в социальном фонде. И право на будущую пенсию у них не формируется. 37-летний самарец заплатит 120 тысяч рублей за убитую косулю. Мужчину обнаружили благодаря егерю, который услышал звуки выстрела в одном из лесов в Елховском районе. Задержанный пояснил, что думал, будто убивает лесу, а поняв, что застрелил другое животное, хотел сдать его в департамент охоты и рыболовства региона. Рассмотрев материалы дела, суд назначил нарушителю штраф, сообщает пресс-служба областного главка полиции. К осени этого года молочная продукция в России может подорожать на 7-10%. По словам экономистов, отрасли предстоит удовлетворить растущий спрос. Следовательно, придется модернизировать старые мощности и открывать новые. Еще одним вызовом эксперты назвали сезонность – соотношение производства молока летом и зимой. К росту цен на молоко и молочную продукцию может привести возросшее количество потребления продукции и увеличение себестоимости для российских производителей. За прошлый год себестоимость молочной продукции увеличилась на 16%. Аналитики сообщили о снижении у россиян спроса на бананы. В январе-феврале этого года жители страны купили их в торговых сетях на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В финансовом эквиваленте продажи за первые два месяца этого года выросли почти на 18% к прошлому году. Зимой, как правило, продажи бананов в России растут, но в этом году потребление сократилось после того, как цена на них выросла на фоне снижения курса российской валюты. Бананы начали заметно дорожать в марте 2022 года. Следующий пик был в апреле 2023, когда цена одного килограмма бананов в рознице превышала 129 рублей. В национальном парке Самарская Лука закрыли зимник. Автомобильную сезонную трассу по маршруту «Белые домики» село Шелихметь. Погодные условия не позволили продлить работу временной дороги, сообщили в пресс-службе особо охраняемой территории. Лесной маршрут закрыли для проезда всех видов транспорта. Как и в прошлые годы, зимник работал до последнего. Машины пропускали до тех пор, пока можно было проехать. Но наступившая весна становится преградой на пути автомобилистов. Отметим, что сезонный туристический маршрут в нацпарке тянется 74 километра. Чтобы его проехать, требуется примерно 2 часа. Эхо кинофестивалей. Под таким названием в Самаре прошла творческая встреча с Андреем Апостоловым, главным редактором киностудии «Ленфильм». Вместе с ним гости обсудили кинофестивали и фильм, которые показали после лекции. Подробности в нашем сюжете. Эхо кинофестивалей. Так называлась творческая встреча с главным редактором «Ленфильма» Андреем Апостоловым. На встрече он рассказал о том, как отбираются фильмы на кинофестивале, какие награды и призы вручают победителям, и какие кинокартины становились призерами в разные годы. Лекция проходила в формате беседы, в ходе которой посетители смогли задать вопросы киноведу. На самом деле, понимаете, цель во многом фестивалей и таких мероприятий, как то, которые мы сегодня проводим, это вообще, как мне кажется, важное напоминание людям о том, что кино может не только развлекать. Вот ничего плохого в его развлекательной функции нет. Может быть, для кинотеатрального показана действительно основная, но могут быть и другие функции у кино. Вот и об этом не надо забывать. Андрей Апостолов убежден, что кинофестивали – альтернативная площадка, где зритель может познакомиться с авторскими фильмами. На таких площадках люди открывают другую сторону кинематографа, начинают по-новому смотреть на это искусство. Так произошло с Еленой Соколовой. Десять лет назад она узнала об авторском кино и теперь не упускает возможности увидеть новые картины. Оно не забывается вообще никогда. Оно вот заставляет вникать и думать. Хотя, как правило, это фильмы не остросюжетные. Это фильмы, которые идет, идет, идет просто жизнь людей, простых людей. Именно передается их душевное состояние. И вот этим, наверное, интересно авторское кино. Творческая встреча закончилась просмотром и обсуждением фильма Антона Коломейца «Цвет». Картина получила главный приз кинофестиваля «Выборг». Ее высоко оценили критики и зрители. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События. 18 марта 1965 года был совершен первый в истории выход человека в открытый космос. Его совершил летчик-космонавт СССР, второй пилот космического корабля «Восход-2» Алексей Леонов. Он вышел в открытый космос, используя специальный скафандр «Беркут», который обеспечивал защиту от вакуума, солнечной радиации и экстремальных температур. Первый выход продолжался 12 минут и 9 секунд. Леонов находился на расстоянии 5 метров от космического корабля. «Родные берега Крыма» – так назвали торжественное мероприятие во Дворце ветеранов. Концерт посвящен десятилетию со дня воссоединения полуострова с Россией. Подробности в нашем сюжете. Торжественное мероприятие «Родные берега Крыма» посвящено круглой дате. В этом году исполняется 10 лет воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Концерт во Дворце ветеранов посетило около 90 человек. Среди приглашенных – активисты городской общественной организации инвалидов. Это очень важно для людей, живущих в Крыму, и очень важно для России. Мы едины. В этом все сказано. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Уже 10 лет это событие отмечают по всей стране. Самарский Дворец ветеранов – не исключение. Ежегодно здесь проводят концерты. Потому что не только праздник для крымчан, не только праздник для жителей Севастополя. Это праздник для всей России. И сегодня в этот день с нами актив Самарской городской общественной организации инвалидов, юноармейцы, подрастающие поколения, жители нашего города, которые пришли отметить это событие и сказать о том, что пока мы едины, мы непобедимы. На сцене перед гостями выступили творческие и песенные коллективы образовательных учреждений и Дворца ветеранов. Как тебе сейчас живется, вешняя моя, нежная моя, странная моя. Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев, События. Сегодня, 18 марта, у православных христиан начался Великий пост. Он продлится по 4 мая и позволит верующим подготовиться к Пасхе. Этот пост довольно строгий. В первый день церковь рекомендует полностью отказаться от пищи. А в празднике Пресвятой Богородицы, Вербного, Воскресенье и Лазаревой субботы разрешается употреблять в пищу рыбу и икру. По правилам поста люди могут согласовывать свой рацион с врачами и духовниками. В Великий пост запрещено употреблять мясо, птицу, полуфабрикаты и колбасные изделия, молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр. Исключаются из рациона яйца и все продукты с их содержанием, алкогольные продукты, сдобы и кондитерские изделия. В постное меню разрешено включать фрукты и ягоды, бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль, все виды злаков, орехи и сухофрукты, грибы, черный хлеб, салаты, брокколи, спаржу и мед. Поститься не рекомендуется детям, беременным, пожилым и людям с тяжелыми заболеваниями. Пока баскетболисты Самары только решают вопрос попадания в плей-офф, волейболисты Новы уже готовятся к играм на вылет. Женские крылья Советов начали чемпионат России с двух поражений, а самарские фехтовальщики стали лучшими на российских соревнованиях. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары на выезде переиграли Минск. Матч состоялся в рамках второго этапа единой лиги. Начало встречи осталось за хозяевами, которые в первой четверти провели ударный отрезок, выиграв его 9-2. Но еще до большого перерыва самарцы вернулись в игру и сами завладели преимуществом. К концу третьей четверти минчане сравняли счет, но гости сделали еще один рывок. Заключительный игровой отрезок получился сверхрезультативным. Обе команды набрали чуть меньше половины своих очков именно в эти 10 минут. В перестрелке удачнее действовали самарцы, которые довели матч до победы 96-86. Волейболисты Новы завершили регулярный чемпионат Суперлиги выездным поражением от Казанского Зенита. За три партии новокубышевцы ни разу не смогли преодолеть отметку в 16 очков. В каждом сете хозяева уверенно побеждали. 14-25, 13-25, 16-25 и 0-3 по партиям. Поражение Новы. По итогам регулярки новокубышевцы заняли 11 место. Это дает право сыграть в первом раунде плей-офф. Нове предстоит сыграть серию до двух побед против Кемеровского Кузбасса. Победитель сыграет в четвертьфинале против Казанского Зенита. Женские крылья Советов провели второй матч в чемпионате России. После разгромного поражения ЦСКА в первом туре самарчанки принимали Дома Краснодар. Первый темп прошел без забитых голов. После перерыва гости открыли счет. Крыльям почти сразу удалось сравнять, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил взятие ворот. А в конце матча гости удвоили свое преимущество. 0-2, поражение Крыльев. Уроженка Тольятти Диана Шнайдер не смогла выиграть свой второй теннисный турнир на профессиональном уровне. На заревнованиях в американском Чарльстоне Диана уверенно продвигалась по сетке. Обыграла американку Далайну Хьюитт, румынку Жаклин Кристиан, француженку Асиандо Ден и Ван Яфань из Китая. Но в решающей игре не смогла обыграть Элизабету Качаретта из Италии 3-6-2-6. В 2024 году Диана второй раз дошла до финала. Ранее февраля она выиграла турнир в Таиланде. В Подмосковном Новогорске прошел второй этап российской серии гран-при по фехтованию. Соревнования по рапире среди мужчин завершились победой самарца Антона Бородачева. На третьем месте его брат Кирилл. Золото удалось завоевать и в командных состязаниях. Братья Бородачевы и Дмитрий Трофимов в финале обыграли сборную Республики Башкортостан со счетом 45-40. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила жителей за участие в выборах. Спасибо каждому, кто пришел на избирательный участок, кому не безразлична судьба нашей Родины. Особая благодарность и тем, кто принимал участие в проведении выборов. Организаторам и участникам избирательного процесса, членам участковых избирательных комиссий и наблюдателям, представителям правоохранительных органов и МЧС, сотрудникам коммунальных служб и учреждений соцсферы. Все работали на то, чтобы выборы прошли организованно и легитимно. Мы показали наше самарское единение, патриотизм и ответственность, написала в своем телеграм-канале глава Самары. Телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской призывает заниматься спортом выгодно. Налоговый вычет за спорт могут оформить любители здорового образа жизни, которые приобрели абонемент в спортзал, бассейн или оплачивают секции ребенка. Вернуть можно 13% от годовых расходов на спорт. Максимальная сумма возврата составляет 15 600 рублей до 2024 года и 19 500 с 2024 года. Важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта. Госуслуги – удобный сервис, позволяющий быстро получить различные услуги, в том числе и заменить документы. Телеграм-канал железнодорожного района рассказывает, какие документы можно поменять через портал. Паспорт, если исполнилось 20 или 45 лет, либо изменилась внешность или фамилия. Загранпаспорт для себя и детей. А еще на госуслугах можно запросить выписку из лицевого счета в Социальном фонде России, чтобы указать сведения о трудовой деятельности. Водительское удостоверение при смене фамилии. Важно, удостоверения, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года, автоматически продлены на три года. На госуслугах можно обновить документы на машину, если нужно внести изменения в ПТС или СТС, например, при изменении фамилии собственника конструкции авто или региона. Полис обязательного медицинского страхования, если нужно изменить регион страхования или страховую компанию. Номер полиса придет в личный кабинет, бумажный не потребуется. Подрядная организация администрации Кировского района продолжает работу на незакрепленной территории. В первую очередь снег вывозят из мест, которые в весенний период могут подвергаться подтоплению. Вывоз также производится там, где отсутствует ливневая канализация. Эта работа проводится во избежание подтоплений в период активного таяния снега. С повышением температуры воздуха акцент сделан на противогололедных работах, в частности, обработке специальной смесью из песка и соли. За порядок во дворах отвечают управляющие компании, которые также посыпают пешеходные дорожки песком, пишет телеграм-канал Кировского района. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары информируют, что в настоящее время участились случаи мошенничества со стороны лиц, которые предлагают заменить гражданам, имеющиеся у них банкноты, на модернизированные, а также совершают кражи, проникнув в квартиры пенсионеров под этим предлогом. Будьте бдительны и расскажите об этом родственникам старшего поколения. Старые банкноты не нужно обменивать на новые. Они остаются в обращении и выходят из оборота по мере износа. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!